Приветствую всех на Wall Street Online. Каждую пятницу в 20.00 мы собираемся здесь по одной и той же ссылке уже более пяти лет и рассматриваем основные фишечные рынки вместе с фондовым. Значит начнем по традиции с предстоящих событий на следующей неделе. Ну одни из важных это будет два открытых вебинара. Аноция их вы сможете сейчас на слайдах увидеть в заставке. И в понедельник будет и в среду. Время вебинаров вы узнаете в рассылке на почту вам придет уведомление. Закончилось лето, да здравствует осень и это означает что у нас заканчивается сентябрьский контракт на многих фьючерсных рынках и мы постепенно переходим в декабрьский. Значит скорее всего на следующей неделе уже будет торговаться S&P. Уже сегодня был объем более чем на сентябрьском контракте. На декабрьском уже было больше объема. Ну и многие постепенно будут приходить. Те которые строго до экспирации торгуются по типу RTS соответственно будем чуть-чуть ждать. Ну S&P всегда раньше переходит у них там все-все-все спешат. Так, по событиям и отчетам и новостям. Значит, в следующей неделе у нас будет в понедельник, в понедельник практически не будет никаких важных событий на финрынке, кроме открытого вебинара с темой определения точки входа. Во вторник, 12 сентября у нас отчет по Британии 11.30, индекс потребительских цен, ИПЦ. Фундаментальный фактор, крайне важно как колебаются цены на потребительские товары. Ну и собственно производный индекс. Число открытых вакансий на рынке труда, это по штатам в 17.00, вторник. В среду, опять же, Британия и Штаты отчитываются. Два таких огромных конкурента. Значит, Британия отчитается по среднему уровню заработной платы за июль. И по числу заявок на пособие по безработице. Вот, значит, это будет все в 11.30 в среду, 13 сентября. А Штаты отчитаются по запасам сырой нефти, собственно, в 17.30 и 15.30, опять же, по индексу цен производителей. Такая более-менее спокойная неделя будет, как раз контракты будут переходить, Здесь можно будет даже отдохнуть, особо не на стыке контрактов, лучше не торговать там. И там не торгуют, там только размещаются и не все, поэтому такой, ну, как переезжать на другое место, точно так же выглядит и на финансовом рынке. В четверг, 14 сентября, у нас изменение уровня занятости по Австралии. Потом Китай, объем промышленного производства за август. И, судя по отчетам аналитиков и ожиданиям, будет на две десяток выше, чем предыдущий показатель. Это 6,4 предыдущий. И они ожидают 6,6. В принципе, почему бы и нет, как раз перед новогодними праздниками промышленное производство работает на всю катушку. В общем, от праздников до праздников. Решение Центрального банка Швейцарии по процентной ставке. Вот самое, наверное, интересное событие, которое будет в четверг в 10.30 утра. Сейчас, напомню, в минус 0.75% в Швейцарии процентная ставка. Многие, наверное, подумают, что еще и доплачивают, чтобы деньги взяли в кредит. Но это не так. Значит, и оценка монетарной политики тоже это 9.30. В общем, два таких отчетчика по Швейцарии. Немаловажный фактор, если Швейцария будет менять процентную ставку, это уже много о чем. Достаточно стабильная экономика. И многие посматривают на процентные ставки не только в общем по Европе, но и по отдельным странам, по типу Германия, Франция, Швейцария, Италия. Итак, Британия в 11.30 по розничным продажам. И в 14.00 решение по процентной ставке в один и тот же день. То есть в 10.30 и в 14.00 уже считывается Британия. У них сейчас 0.25. Напомню, что буквально, можно сказать, недавно, но уже достаточно времени прошло, был Brexit. И всем интересно, как будет в таком режиме сосуществовать Объединенное Королевство. Ну, вроде пока ничего такого страшного. Ну, процентная ставка 0.25 и судя по всему оставят на том же уровне. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике, тоже в 14.00 и базовый индекс потребительских цен по США. В общем, запишите обязательно Петролевым в среду. Потом четверг 10.30 и 14.00 процентной ставки двух стран. Очень важный событий. Вот четверг, может быть, немножко даже пошатает. Пятница, еще одно событие. Запишите. Процентная ставка по Российской Федерации. Решение Центробан. Значит, сейчас 9% ожидают аналитики, что будут понижать до 8.75. То есть, процент на кредит будет меньше. Соответственно, нужно меньше давать взаимных средств процентном эквиваленте. Дешевле становятся денежки. И это улучшает ситуацию в экономике. Поэтому это позитивно. Если бы и так еще на пару процентов, было бы вообще класс. Почти будем как в Европе. Ну и штаты считаются по объему розничных продаж. Так, после изменения процентной ставки, это все затмит абсолютно все, что будет отчитываться. США в пятницу. Так, вроде бы ничего не пропустил. Jobless Claims в 2014, я уже говорил. Ну, в общем-то, ну и квадропайл. Вичинг. Большинство фьючерсных контрактов заканчивается в конце следующей недели. И через неделю уже все будут работать на декабрьском. Это касаемо фьючерсов. На акциях такого ограничения нет. Поэтому там чисто от отчета до отчета квартал берется. И так, в общем, вот такие у нас предстоят события. Это у нас Finviz. Достаточно известный, интересный ресурс. И давайте посмотрим, как обстоят дела по лету. Как за лето изменилась экономика США и планеты в целом и по секторам. Я беру сейчас период 3 месяца. Так, S&P 500. За 3 месяца у нас неплохо так подрос Facebook. Ну, само собой. Упал на 5% Google. Я думаю, это плановая какая-то просадка с их капиталом. Microsoft 3% прибавил. Это за 3 месяца. В принципе, для таких гигантов там большие суммы. Oracle. 13% неплохо. Тут, в принципе, и Adobe System. Вообще, молодцы. Salesforce. Интернетчики стараются. Тут кто-то очень неплохо подрос. Automatic Data Process. 8%. И в биотехнологиях. Смотрите, какой прорыв идет по многим стакам. Это Biogen. Incorp. Потом. Gleet Science. Вот так. И еще вот. 20% просто выстрелы. За 3 месяца так неплохо. Если пакетно кто-то брал биотехнологии, это лично выровняло его инфекционный портфель. Так. Health Care. Это United Health Group. У них достаточно интересная, твердая такая позиция. Ну, страховка и Health Care. Это всегда были хорошими бизнесами. Фактически, особенно страховка, деньги из ничего. Смотрел недавно рейтинг по самым крупным компаниям, капитализированным, по доходам, с разных сторон, по разным показателям. И вот непосредственно финансовый сектор, самый капитализированный. Там, ну, в первой двадцатке очень много, очень много, вот этих страховщиков непосредственно. Так что, на усмотайте в будущем, если будете портфельно инвестировать, обязательно в портфельчик пару хороших страховщиков добавьте. Так, Apple. Четыре процента. И, судя по всему, у них там с новыми гаджетами будут. Единственное, что вот ожидается, это беспроводная зарядка. Интересно посмотреть, какое решение они придумали. Правда очень бы, если бы исчезли, было бы очень круто. Постоянно падает телефон из-за этих проводов и ноутбуки. Так, иди-сервис. Ну, тут удивительно, если даже просели. Это прям постарались, наверное. Ну, и центральные банки. JP Morgan. Четыре процента за весь сезон лета. Bank of America. Bank of America Corporation. Как-то нагло 0% привел статистику. Citigroup. 4% Wells Fargo. Там на одном банке плюс 5%, на одном минус 5%. Ну, в общем, тут конгломерат этот держится аккуратно. Друг друга, судя по всему, прикрывают. И просели у нас очень сильно General Electric Company. Это крупный гигант американский. Просто мастодонт. Starbucks 14%. Летом никто кофе не пьет, поэтому просадки жуткие. А там доходы в основном только за кофем. Как и в McDonald's, большинство напитков приносит основную прибыль. Пионер какой-то. Вот, честно говоря, ни разу не сталкивался с компанией PXD. Просели на 20%. И, в принципе, таких прям интересных событий. Ну, вот Starbucks удивил. Ну, Airlines это само собой. Не инвестируйте в авиалинию. Просто это всегда очень много расходов. У кого есть знакомая во флоте воздушном, там это чудо, если компания приносит хорошую прибыль. Техника очень дорогая. Очень дорогая в обслуживании. Плюс топливо, плюс расходы на разные аэропорты, стоянки, персоналы. Это просто невероятно. Так, теперь давайте посмотрим по планете за три месяца. Заставка какая-то появилась у нас. Одни в тему. Так, сейчас мы уберем ее. Ушла. Итак, по планете. Смотрите, как неплохо выглядит за лето. Зимной шарик. Особенно Alibaba. Тут все 20%. С их оборотами это невероятный кэш. Потом, если вы увидите, вот в списке Bidou, плюс 25, плюс 56 ACH, Vuba. Ну, тут выстреливает прям через одну. Очень круто. Некоторые, естественно, выходят из игры, но 33% за три месяца. Это просто невероятно. Круто. Япония, Toyota Motors, sorry, перепутал. 8% потихонечку восстанавливается. Mitsubishi, поросел, соответственно, настолько же. Ну, в общем, тут промышленность немножко подсела. Вот в Японии даже Canon немножко ушел в... Так, Bidou и Westpac Banking. Два банка. В общем, в Австралии неплохо себя показали за три месяца. В Израиле просадка. Это что такое? Pharmaceutical Industries. Минус 47%. Ну, это круто. Тут я вижу так много. В очень сильных просадках. NDRM. Плюс 70%. Видимо, за всех тех, кто просел, берет прибыль. Далее. В Европе и тут Франция. Total SA. Потом в Нидерландах. Royal Dutch Shell. Это, естественно, добычки нефти. И на этот киндом какая-то компания Rio Tinto. Честно говоря, никогда не слышал про эту компанию, но название очень веселое. Так, British America табака просела на 11%. Это прям меня очень сильно удивило. Видимо, не модно сейчас курить. Все перешли на электронные сигареты и табачные компании потихонечку теряют свои позиции. Ну, в общем, в Бразилии очень. Вот, кстати, я помню, был квартал зимой. У них все было красное постоянно. То есть, такое ощущение, что там прям скоро начнется гражданская война. Ну, вот, смотрите, так потихонечку начали в них инвестировать. То есть, покупает кто-то и, видимо, это делает Америка. Так, здесь у нас Credit Corp. Перу. Тут прям тихий ужас. В Бермудах очень плохо все. Мексику, как не пугал Трамп, но вот, видите, потихоньку какие-то компании все-таки выстраивают позиции, какие-то бизнесы и пытаются расти. Ну, в общем, вот такая картинка по планете, по индустриям более-менее, так, одни, ну, вот, опять же, страховщики, health care, потом oil and gas, само собой, биотехнологии, технологии, опять же, совместные с драг, фармацептика, в общем. И из таких, которые не удивили, это сигареты Consumer Goods и очень почему-то удивили утилиты. В связи с биткоин бумом, в связи с этим ажиотажем, просто в какую-то там майнинг станцию установить надо очень много различных видеокарт и дорогой техники. Собственно, это очень спровоцировало, спровоцировало огромный спрос на видеокарты и детали ПК, что, в принципе, увеличило продажи этим компаниям. Так, ну и здесь у нас технологии, ну, Facebook, само собой, тут без этого никак, JP Morgan, баг в нуле, ну, мы это уже видели. Я так, в принципе, вот этот еще сектор, что это у нас. Здесь тихий ужас, очень так темно все. Ну, сервисы. Старайтесь не инвестировать в индустрию сервисов, потому что, если в экономике дела плохи, первое, это услуги, все, сервисы сразу же страдают. То есть, отталкивайтесь от пирамиды маслоу. Сначала инвестируйте в первую ступень пирамиды, потом в вторую. То есть, вот, как касаемо каждой ступени, есть определенные сектора, и это будет, ну, точно логично и точно правильно. Люди сначала постараются найти себе еды, прежде чем пойти в театр. Соответственно, в театр инвестируйте в последнюю очередь. Ну, и эти фишки сейчас подгрузятся. Или не подгрузятся. Так, подгрузились. Индексы близко к нулю. Есть некоторые даже по Dow Jones Industrial по 3% за лето. И тут у нас еще, ну, опять же, Health Care. Финансовый сектор. Смотрите, как не очень хорошо себя показывает. Вот, минус 8, это Standard & Poor's Regional Banking. Потом Select Sector. И Direction Daily Financial Bull. И там остальные все в основном в отрицательной, либо в нулевой зоне. Кто у нас сильно просел, это круто подстрелили goldminers. Вот HDX. А вот Daily Goldminers Beer. Ну, соответственно, встречные фонды они просели. Ну, это само собой. Ну, и вот Emerging Market. Как-то так на английском это звучит. Commodity Gold стабильно. Ну, такие сервисы, услуги, дополнительные индустрии. Все в основном либо в нуле, либо просели. Так, ну, в общем, вот такой вот был Finviz. Вот такой вот был фондовый рынок вместе с общим взглядом относительно всей планеты. Хороший сервис. Там есть режим Map, а есть еще режим Bubble. Там очень круто, много настроек. Можно сравнивать и подыскивать недооцененные, либо переоцененные компании. Ну, если вы собрались работать на фондовом рынке. У нас уже, напомню, добавили еще в 3000 акций. То есть, можно объемный анализ проводить на многих известных и популярных акциях американских. Добавлена криптобиржа Bittrex. Это для тех, кто хочет смотреть и анализировать биткоины. Есть еще Bitcoin.Ock биржа и вот Bittrex. И также изменения были в Classic профайле, по Market профайлу, который формирует TPO. И расчет по буквам также. Ну, вещь нужная, в принципе, ее нужно было сразу делать, но есть поважнее сдача. Также можно в TickChate поменять размер максимальной сделки в Tick. То есть, вы устанавливаете, какой должен быть максимальный размер в Tick одной сделки. То есть, в Tick может быть и 300 сделок. Поэтому, ну и все свои предложения, вопросы вы можете задать в центре поддержки. Это форум. Заходите туда и можете общаться, задавать вопросы, либо же попытаться разобраться с какими-то настройками. Так, ну, приступим. Итак, мы закрываем фактически контракты. Контракты, поэтому RTS рассмотрим как обычно, а вот S&P чуть-чуть дольше посмотрим, потому что у нас можно уже фактически завершать сентябрьский контракт. На следующий Wall Street Online мы рассмотрим больше российский фондовый и срочный рынок. Итак, RTS. Как видите, с января 2017 года S&P без остановки идет, причем даже динамика особо не притихла. Единственное, вот повторно не могут уйти выше 82. Но чуть попозже мы сейчас посмотрим RTS, сначала российский рынок, потом уже доберемся до зарубежного. Так, вот подгрузилась. Так, 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 так. И вот у нас январь возьмем прям с 1 января. И поставим здесь немножко шкалу поплотнее. Соответственно, у нас часть мартовского, весь июньский и текущий сентябрьский контракт перед мониторами, вернее, на мониторах в Вете. Обратите внимание, как летом сезона падает ликвидность. В начале августа, особенно просели, хотя рост был, то есть он неизбежно должен поддерживаться ликвидностью. Но в том ключе, так как там как раз вот в этот участок по статистике больше всего отпусков. Соответственно, много объема для того, чтобы поддерживать спрос не понадобилось. Ориентируйтесь на эти объемы, но не забывайте также про средний объем оборотов июньского контракта. Он больше сопоставим с осенним, то есть два бизнес-сезона, осень-весна. Это курортный контракт, поэтому тут именно на эти объемы опираться в сравнении будет немножко опасненько. Так, значит, ядро зависит от периода. С 1 января у нас 107.350, 111.520. Но нам нужен самый свежий, последний контракт и его ядро 104 по 102.400. Это вот непосредственно летний. Дополнительный уровень, это мы смотрим сейчас конкретно за 2017 год, уровни 99-97. Это как раз стартовали оттуда на рост. Причем было очень опасно, особенно когда там две сессии падали жутко вниз. Прям не верилось, что так может происходить быстро событие. И мы пришли фактически к верхней границе гидра за полугодиям. Дальше уже идет площадка 115.500 по 118.000. Это вот достаточно важный уровень будет позиционно. На него нужно ориентироваться, смотреть, насколько смело будут толкать цену выше байеры. В принципе, если нефть будет хотя бы выше 50 держаться, будет в принципе легче преодолеть этот уровень. И давайте посмотрим по открытому интересу. Как видите, с 29 августа, как раз перед первым сентября, все начали скидывать позиции вплоть до текущего дня. Вышли уже на 561 тонну. Стартовали в этом контракте как раз с района 541. И вот уже вернулись на 561. По сути, все активные, большинство начинает фиксировать позиции. Поэтому принимать участие в торговле, опираясь на уровни, которые сформированы не размещением кэша, а его изъема, будет немножко ненадежно. Потому что за этим уровнем уже никто не стоит, кроме книги ордеров фактически биржевой. Единственное, что стоит за этими уровнями. Так, по дельте, соответственно, у нас идет период закупок, пока мы росли. И вот сейчас в основном идут фиксы. И это достаточно предсказуемо, дельта на этом периоде. Теперь отдельно контракт посмотрим и выделим непосредственно самое свежее текущего контракта без тех, которые уже закончились. Итак, в среднем, как мы видим, ликвидность держалась в районе 400-450 до 500. Все, что выше 500 было, это уже считалось очень крупным объемным событием. Самые такие просадки по ликвидности были 24-го, 300, то наоборот 364 и вот 400, даже не там, а вот здесь, вот 425 и 373. Пиковая ликвидность была 15-го числа 810 тонн. Так никто ее и не преодолел. 724 были покупки и все. Динамика индекса относительно дельты соответствует. Тут бесспорно можно выделить такие достаточно плодотворные участки, как 22-ое по 4-ое июля. Вот так недельку и полторы активно довели байеры. 11-го, 07-го по 14-ое, вот 3 дня, так как ударные, импульсивные шли. Дельта по 20-30 тонн, где-то только дельта. А вот небольшой проселе, буквально 5 сессий подряд, кроме одной. Вот этой волатильной, 19-го были в основном селлеры. Появились попытки, и вот тоже такие достаточно знатные были периоды. 2-го августа по 8-ое. Все 5 дней дельта шла на бай, и это было, в принципе, наблюдать мило, как четко, синхронно работает дельта. И, в общем, и отображается это все еще и на динамике неплохо. 21-го по 28-ое, то есть как раз прощальная неделька была перед сентябремым, и тоже так неплохо покупали. Пробили все-таки 105-ю, соответственно, и вышли в горизонт 111-е на данный момент. Успокоились, вот последние были уже 31-го, 08-го, потом уже, как видите, утихли. Так, по WazeWave, тут мы, в принципе, эти же участки отметили. Давайте посмотрим, как выглядит RTS относительно... MySix10, это индекс... Так, сейчас мы его найдем... А, вот. Просто много букв, я не хотел несколько раз вбивать тикер. Можно ошибку допустить, чтобы у вас не... В общем, обратите внимание, что вот хотел продемонстрировать. Значит, белая графика, это индекс RTS, такой синенький, фиолетовый, индиго, можно сказать, это MySix10. Индекс 10 крупных компаний, которые торгуются на московской бирже. И тут прям напрашивается идея, да, так как фондовые 10 крупных, грубо говоря, голубые фишки не пошли пробивать макушку, потолок. А индекс RTS на целую неделю ушел в открытое плавание, видите. Соответственно, ожидать возвратной динамики на исходную траекторию будет вполне ожидаемо. И это будет совсем, я думаю, со скоростью, со следующей недели. Перед процентными ставками, возможно, так выгнали цену, а там уже перед процентными могут зафиксировать на всякий случай. И как раз там и экспирации все будет складываться. Поэтому массовая фиксация там в понедельник, а может даже в среду, если петролем отчитается не в нашу сторону, самое оно будет увидеть массовые фиксы. И это будет прям такая очень активная дельта на шорт. Ну, в общем, все покупки будут закрываться ликвидностью на шорт, и это сразу уже отобразится на динамике. И вот они догонят MySix10, выровняются. Значит, может быть проблемка вот 109 по 109,800. Тут вот как раз за недельку сформировали уровень. И видите, пока ушел в открытое плавание и не собирается возвращаться. Ну, я думаю, до среды остепенятся те, кто участвует в этом показательном движении. как выглядит индекс РТС и Силинга с Промом за этот период. Вот так. Во-первых, контрольная точка сейчас мы ее подправим. Более правильно. Вначале, как бы, Газпром динамика была достаточно здравая и позитивная, уверенная. Потом такой резкий. Резко отсекли и потихонечку формируют площадку. Не пропустите. Вполне неплохо по цене можно было взять Газпром. Там были хорошие объемы. Мы сейчас посмотрим детально. Сейчас мы РТС закроем и Газпром и Сбербанк рассмотрим. Вот. По объемчикам Сбербанк там тоже неплохо отличился. Далее. Вот на этой неделе спекулятивный уровень по непосредственно индексу РТС выглядит вот таким образом. Немного пытались открывать позиции непосредственно в среду. Этих энтузиазма хватило буквально на движение до Штатов и затем энтузиазм как видите снизился крайне резко после открытия Америки. Соответственно вот эти массивы мы берем в качестве возможного уровня поддержки но еще раз повторяю что последнюю неделю контракта перед экспирацией точно попомните мысвал лучше не лезть на рынок никто позиции уже не защищает никто не кроме автоматов разных алгоритмов там не присутствует то есть системность настолько хуже становится системной торговли то есть закономерности какие-то плановые модели все это постепенно превращается в тихий ужас и фиксация происходит уже отличить это фиксация либо же это вход в рынок слава богу с РТС еще и биржей форс можно с РТС форс которая трансляция онлайн открытого интереса просто нечто в этом плане тут можно не сомневаться но зачем эти страдания мучения много сил потраченных на открытие позиции анализ потом просто будет бог знает что поэтому лучше отдохните на эту неделю подготовьтесь к новому контракту и в новый контракт свежими идеями силами и до самого года можно будет торговать там уже ближе к Black Friday после Black Friday можно тоже брать отпуск и лететь куда нибудь в теплые места на планете где не так будет холодно как у нас и так WP в районе 110 500 достаточно оторвались и в пятницу и в четверг от средневзвешенной как видите образовалось два ядра это понедельник вторник и четверг пятница вот таких два фронта тут неплохо удерживают 111 стоит 111 200 по сути пугает вот этот маневр который устроили под прощальный поход за 112 с половиной в принципе если понедельник не будет атаковать этот уровень даже тестировать скорее всего будем корректироваться как минимум до 110 там же посмотрим как 109 109 110 будут поддерживать но опять же разве что только на новом контракте то есть если у вас есть возможность уже позиции открывать на новом контракте делайте это там чтобы не переносить хорошие удачные среднесрочные сделки вот декабрьский включаем и смотрим теперь активность на декабрьском контракте здесь как видите ребята уже заходят и уже зашло немало ребят поэтому не одевайте не отставайте как говорится и неплохо объемом бросили вот непосредственно на 111 110 880 сейчас посмотрим какая там была дисбалансировка топовая топовая была покупки и потом идет весь массив как видите обратите внимание как плотненько поработали байеры за два дня то есть вот целый пакет 111 500 можно смело выставлять уровень 111 200 ядро неплохо себя показывает здесь также шли абсолютно на чистой дельте на покупку вот прям тюзелька в тюзельку и мы возьмем сейчас и выделим этот коридор чтобы все мало хорошо видно и вы смогли его отметить я имею ввиду вот этот вертикальный активный участок где практически каждая цена была оставлена победа за байерами ну и самая топовая тут в районе 110 100 я так понимаю здесь VWP естественно не так далеко находится поэтому поддержка которую могут вызвать на 110 111 байеры должны не пробить и соответственно ближайшее время это понедельник должны атаковать уже 111 960 но в среду петролиум но процентные ставки на этой неделе плюс экспирация в общем все на одну кучу и перед петролиум могут частенько зафиксить перед экспирацией тоже часть участников зафиксит даже вот этот рост на неделю поэтому ждать коррекции вполне будет оправданно и правильно Сбербанка так значит у нас идет Сбербанк за за месяц что ли за год сейчас подгрузим котировку Сбербанк с 2016 28 августа по текущий день по честному кто там 9 меня удивило и так выделим тот диапазон где больше всего интересовал Сбербанк крупных участников рынка а это 159 166 тут непосредственно в 2017 году больше всего проводилось сделок и прошу заметить структуру движения акции после 11 06 безукоризненно идеальную структуру причем особо тут никто не выдумывал новых моделей 3 дня пакуют 2 дня день выстрел 2 дня пакуют день выстрел 2 дня пакуют структуру 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 структура неплохо и 150 ровненько 149 ровненько 151 очень очень неплохо поработали в начале периода этого в августе в районе сентября 2016 года и мы сейчас на максимуме за этот отчетный период за год поэтому с учетом такого движения без фактически коррекции перед экспирацией возможно после либо в период перед важным событием должны в принципе сбросы частично ну хотя бы откорректироваться до 174 172 там посмотрим сейчас по дельте это недельные таймфреймы поэтому не удивляйтесь если тут будут огромные цифры то есть это за 5 дней общая суммарная дельта значит тут единственная неделя была такая не очень это 13.08 августа 669 тонн на стороне селера в отличие от этого у нас второго на седьмого 2 миллиона 2.200 1.2 миллиона 4.4 и так далее то есть в основном все недели шли отлично на покупку даже текущая неделя 2.7 на данный момент дельта в процентном соотношении посмотрим значит самые такие компрессированные были 23.07 и 30.07 это конец июля конец августа 17.05 вот этот уровень берите на заметку для среднесрочно позиционных уровней для сетки это самое подходящая локация 177 и 179 тут прям на пробитие то есть там был как раз момент пробития максимума за период длительный и они на хороший дельтин ушли так ну в общем активность Бера достаточно радует ну почему бы и нет давайте посмотрим за период текущего лета как себя вел сбер более детально хотел показать вам пару моментов интересных кто видел уже кто пропустил повторю тогда ну сейчас мы отключим кучу фильтров лишних и как еще в и в в в в в в так включаем режим объем и для тех кто еще присматривается к объемному анализу вот хороший пример тому как неплохо можно комбинировать технический анализ и объемный то есть есть модель технического анализа есть подтверждение по объему то есть заинтересованность крупных участников вот в этот день ну была прям ну спрятать ее невозможно было 18 миллионов акций и оборот за торговый день соседняя сессия 8 миллионов а так в принципе вот 3 4 5 6 3 4 5 6 а тут просто гиперскачок давайте я подгружу еще немножко котировки чтобы вы заметили где это вообще произошло из точки сми позиционирования это с января с января 2017 года акция сбера потихонечку приползла до 140 уровня и кто-то гипер крупный вот видите снизу в самом минимуме этого периода с 185 на 140 ушли причем так жутко падали было ощущение как будто сбербанку сейчас разобьют так вот там по миллиону заходили обороты прям по поводной цене сейчас я вам покажу продемонстрирую масштабируем то есть мы увеличиваем так под микроскопом торговую сессию и по каждой цене сейчас посмотрим это бедаск то есть отдельно объем не общий объем а разбитый на агрессоров вот миллион почти 945 тысяч чуть-чуть не дотянулись не обессудьте дельта я сильно большую поставил в этом этим летом не такие большие объемы были вот потом 600 он против 364 ну здесь неплохо они поигрались 18 миллионов оборот из них вот сейчас внимательно из них 394 дельта на бай 751 751 тонна оборота буквально через день еще была это дельта только это не общий объем а дельта то есть они вот сразу же выстрелили и потом еще вот здесь добавили чтобы конкретно удержать спрос ну по сути было два так опасных момента вот 21 на 6 и 29 почти 800 тонн дельта а так потом как видите сбербанк ведет себя достаточно неплохо я к тому это все демонстрирую что по акции если покупают кто-то тарит пакет то это не спрятать никак не высокочастотными алгоритмами не супер шустрыми ордерами не айсбергом это конкретно видно тут явно не просто так произошло гипер поддерживание сбербанка по дешевке кто-то хорошенько так приложился кто не успел когда-то либо тот кто уже неоднократно успевает еще раз это сделал ну собственно дальнейшие уже фильтры значит 169 естественно потом 161 62 плюс-минус 179 загрузили как раз после пробития не пожалели внимания и почти 8 миллионов вот ударная волна была последненькая такая и все притих немножко сберб видите волатильность уменьшилась возможность расширить котировку дальше пока вот объем не появится не не стоит ждать конкретно пока висят вот так на максимуме желающих скинуть пакет от греха подальше будет немало плюс еще разные СМИ будут подталкивать к этому в общем вот такой неплохо поработал сберб в общем летом продолжим установленную динамику с 16 06 числа это может быть фиксация давайте посмотрим дельту 24 на 8 до закупка видите миллион 900 дельта то есть похоже что это не вечер тут дельта была только на шорт вот 18 числа миллион 200 и 790 так в принципе шли в основном дни на бай так заканчиваем сбер переходим на газпром и быстренько по валютам пройдемся валюты мы более детально будем смотреть на следующем власт онлайн сейчас мы перейдем на газпром ну свои идеи мысли по этому поводу по относительно этого объема оставляйте в комментариях под видео интересно будет что это как вы оцениваете эту активность так январь 2017 есть такое давайте посмотрим все таки как вел себя газпром за этот период за этот год тут по сути до нового года осталось 3 месяца фактически будет happy new year поэтому 3 контракта у нас 3 квартала перед глазами стоит сразу выделить очень насыщенную агрессорами на шорт диапазонной 44.8 48.4 просто невероятно прям как чайки в порту облепили рыбацкое судно в районе марта 2017 и потом еще там же отличились в мае вот так и обратите внимание формируют конкретно площадочку себе то есть идет активность совсем другая то есть мы здесь видим гирлянду абсолютно красную тут период начался как раз 16.06 в этот момент был на спирбанке крупный выброс объема почему выброс потому что и здесь тоже вот в эти же дни проходим на газпроме 12 миллионов выброс 15.06 на сберии 16 если не ошибаюсь вот и вот такая вот вещица возможно скинули не спорю но судя по тому как гэп потом резко это все дело успокоил вполне может быть и до загрузка еще так как у них либо не хватило до 125 дальше ликвидности удерживать спрос либо были шансы еще дозакупиться кому-то либо кто-то еще захотел дозакупить но ликвидность идет такая себе как видите особенно ближе к августу зато обратите внимание по 4 миллиона 8.09 это сегодня по оборот ликвидность вернее волатильность снизилась также то есть акцию конкретно удержат коридоре в этом коридоре вы его сами видите тут и без супер настроек можно заметить и участили по 4 миллиона оборотов за сессию вот у нас 8 7 потом 3 08 и 31 4 оборот тоже 4 то есть видите кто-то по 4 миллиона оборотов удерживает в определенных точках здесь у нас нужно удержать в рамках коридора здесь удержать в рамках коридора скорее всего удерживают пока не выпускает я так думаю то есть вот они как вцепились за эти 120 и 115 с половиной как только уйдут выше потенциально для этого уже так 3 сессии подросли и они на прирост объема идут это неплохо посмотрим дельта дельта тоже соответствует потенциально на следующей неделе может даже пробьют видите где торгуется сейчас ценник по сбербанку потенциально могут там быть так как дельта прирост объем прирост и по сути что там их держит но не забываем про петрольную среду и массовую фиксацию по фичам рубль вот она же пресловутая 57 отметка и опять же за контракт ядро 60-103 60-80 800 sorry 60-780 и 60-103 далее интересный уровень с которого в принципе начался контракт и вот они его реверснули реверсия была как раз уже на завершение августа что в принципе поздновато то есть вот у нас массивчик не утренний а старт начало контракта нашли на 62 почти и вот вернулись через такую вот мясорубку заметил уже с конца июля без остановки без существенных коррекций тут буквально там совсем еле-еле душа в теле и почему это у нас нет нижних дистограмм а дельта вот тут объем начал набирать позиции вот две с половиной были 5 сентября и сейчас прошло без сессии почти по 2 миллиона сейчас посмотрим на декабрь да вот на декабре уже под 150 тонн заходят ребята и заходят судя по всему по 20 тонн на шорт у них дальше попытки толкнуть на снижение ну либо заработать на этом а здесь 104 причем потенциально у нас по отношению к прошлой сессии даже какой-то прирост позиции небольшой но не 100 тысяч а так в принципе максимум был 3,6 миллиона если посмотрите историю за год были поактивнее периоды у рубля давайте это все на дневке посмотрим итак рубль вернулся к весеннему минимуму 157 158 и пока удачно вышел за диапазонную орбиту с учетом столь крупной дельты потенциально могут сбрасывать мы по открытому интересу не увидели особо крупного притока позиции хоть и дельта на покупку нас может успокоить и убедить непосредственно спот спот будет судьей то есть открытый интерес сейчас и там и там разбит на два фронта декабрьский и сентябрьский ну и тут фиксируют вероятность высокая что это фиксация это как деспирация практически вот-вот не за играми спот на этот же инструментик финансовый валютный так у нас пятнашка нужно девочка 35 тонн потом еще 13 на споте прям два дня такие были поставьте себе отметочку 59 по 58 с половиной конкретно на споте ушли прям в отрицательную дельту потом между двух колонн таких по полмиллиона 28 еще одна ударная на шорт свеча и потом притихли ну судя по выбросам покупок пока еще не не дарят особо на споте как раз мы пришли только к важному уровню вот 57 56 поставьте себе на заметочку это поддержка на фиче мы как бы прошли такой уровень уже более спокойно можно мониторить снижение тут как раз вот все только начинается соответственно как только перешагнет спотеус ниже 56 отметки желательно это сделать на объеме на коррекции не было таких существенных поэтому если это еще после импульса произойдет небольшая коррекция вот там уже ее можно будет и прихватить опять же впереди осенью там зима поэтому сейчас будут некоторые валютные фичерные контракты менять динамику потенциально очень вероятно ну плюс разные процентные ставки может поменяются по разным центробанкам так что ухо востро ничего не пропускайте и будьте в курсе всех финансовых изменений евро 1,2 вышли практически в открытой космос Илона Маска и обратить внимание на ликвидку непосредственно вот недавно 7 числа 366 тонн на сентябре и это практически нет перепели 380 тонн в конце июня и сейчас 366 в общем 3 сессии которые сделали очень много оборотов и я могу им сейчас выделить так аккуратненько программа выделяет общий бар с общим объемом больше 300 тонн вот они сразу на графике видны по сути объемный анализ тут несложно использовать в этом плане вот у нас 300 тысяч на всем этом движении так и не пробили видите даже комбинация с техническом анализе объемного у них даже точки совпадают третий поддержка поддержка проведена равноделенного канала и поддержка относительно вот этого объема они ведь даже совпали но это не это очень часто можно увидеть то есть это не сверх секретность на еврике судя по всему эти движения были на этом контракте последними тут фиксит сейчас заглянем за кулисы декабрьского тут начали открывать и даже открыли открытый интерес на 56 но пока еврик еще не серьезно перешел на новый контракт поэтому на следующей неделе можно еще пару деньков по дням вторник поработать на еврике включая сентябрьского но лучше уже позиции открывать на декабре чтобы потом не переносить итак ключевая в общем площадка по еврику 172 по 182 с нее стартанули наверх ну и собственно сейчас следим за тем как будут удерживать этот максимум с 1675 поддержка была неплохая 21.07 то что я говорил и по 72 можете поддержку выделить и заканчивается контракт вот где начался здесь у нас сентябрьский контракт начался первый массив то есть пока он торгуется выше а я уверен что там и BWP уже далековато сейчас мы включим да все правильно ну нет как видите так фунт и так 13.05 ценник на British Mount так это 15 одна девочка вот когда BWP еще добавлен прям как гирлянда корректируем сейчас немножко лимитиками откорректируем эти вещи вот понятное дело здесь кто-то хорошенько бомб положил все хватит и так как раз с такими параметры будет хорошо видно идет фунт как мы видим с начала контракта спокойно в своем ритме в своем такте в равноделенном канале и идет така по 3 тонны дельты за каждый день с оборотом обычным причем без какой-то аномалии 135 тонн пробивает этот в общем спокойно уже всем понравившийся равноделенный восходящий канал вот тут же тут же набрасываются те кто расценивает покупки в дальнейшем и это будет достаточно для них неплохая цена с расчетом что это дешевая цена и инструмент будет дорожать вот этот первый удар был левое плечо вот сейчас хорошо видно голову и плечи в ракурсе объемного анализа левое плечо голова и правое плечо вот весь удар обычно приходится на левое плечо так как всю инерцию поглощает непосредственно этот массив голова образуется обычно либо снятием стопорей либо же последующим инертным давлением селлеров который еще продолжается так как рынок инертный пока есть люди пока есть разные участники потом те кто размещали покупки по 28 289 29.25 будут в убыточной зоне пока будет котировка болтаться внизу поэтому надо по-быстрому вернуть цену на хотя бы уровень где не открыли в идеале там дозагрузить и счастливенько себе толкать цену до максимума контракта поэтому голова и плечи формируются таким образом по-другому никак чем выше правое плечо тем агрессивнее себя не показывает отображение агрессора явно очевидно что преимущество за ним то есть поэтому и шея этой модели чем выше при покупках тем ну наклон в покупке и наоборот с продаж таким образом у нас фунт еще не осмелил пройти 328 тактически берите себе на заметочку и в минимум также далековато есть вариации что будет такая дельта видите не на руку для дальнейшего роста коррекционный момент и немножко возле 1.3 застынет по британским островам будет процентная ставка на следующей неделе и это расставит все точки над и по 30.50 28.90 ядро контракта сентябрьского ближайшей проблемной для байеров 32.45 максимум тормозили видите сразу и вот уже прошли вот эти вот три активиста по 318 из поддержки ну точно если сюда вообще будет корректироваться то вот обратите внимание на вот эту плотность байеров 286 292 как раз правое плечо вот здесь точечно поддерживали подчищали спрос индекс доллара с 15.06 обратите внимание увеличился оборот на индексе доллара после начала августа сначала августа он только постепенно увеличивается по открытым сделкам даже что-нибудь набрали 6 числа сейчас сейчас до 46 дошли позиции пока никто не открывает особо и не нужно на стыке контракта лучше этого не делать итак были 29 байера на 5 штук в принципе они были неоднократно в течение всего контракта ну как видите индекс доллара каким-то образом получилось ровненько контролировать прям технический анализ можно прикладывать больше добавить нечего здесь пока все упирается в прирост оборотов почему-то идет сейчас на новом контракте откроются посмотрим как будут они первые массивы расширять и уже будем идти за ними но в любом случае возьмите вот эти три дня которые выделены если обратить внимание то объем который здесь вы видите бары подсвечиваются это относительно среднего объема за день и 22 это указывается количество дней то есть так как дневной таймфрейм то есть 20 дней рабочих средний объем и если текущий бар общий объем его ниже чем это значение то он будет темным цветом если выше чем это значение то он будет белым ну либо таким как вы поставите соответственно относительно предыдущих 22 торговых дней вы сразу можете сравнить насколько у вас там заинтересованность выше ниже какие обороты идут падает то есть если ликвидность падает соответственно им от ожидания позиции падает ну в общем пока в подвешенном состоянии ловля падающих ножей лучше не покупать пока хоть и объем прирост цель ценник на баррель нефти который торгуется на наимекс лайтсвит ойл колебается у 47,5 и как показывает мне маркет вот ситуация по маркет вот видите какая красненькая значит больше всех простела нефть 3% 1% потом золотишко вместе с австралой бандит и пошли уже валютники но газпром сбербанк лидеры по приросту то есть если разбить на потери и прибыли то сбербанк и газпром на первых местах за эту сессию итак бренд мы видим сейчас перед петролимом вышел на 54 почти 55 чуть-чуть не достали приток ликвидности до 249 возьмите на сравнение потом и вот немножко рост начинает замедляться вот за счет этого понижения объема мы видим и дельта на но но ноябрьском контракте тоже топовая 13000 оборот не оборот а дельта склейку контрактов делаем и сравниваем текущий контракт с его активностью итак у нас посмотрим давайте насколько упал объем оборот в целом в целом даже подрос немного то есть взаимо перекрывается но без вот если бы не было сессии 31 08 то по сути как бы даже немножко снизились однём но она компенсирует эту ликвидность таких дней было всего за июль август как видите всего 5 свыше ликвидности 200 тысяч контрактов открытый интерес также здесь ждут петролем никто не рискует и дельта соответствующая здесь неопределенность тут одна дельта крупная но никто не падает никто не шортит соответственно пропускаем и ждем петролем по сиель и тоже октябрьский контракт ликвидность проверим 600 600 падает тоже ликвидка ну здесь по крайней мере уже пошла пошла реакция не пробили сопротивление которое было в районе 49 49 с половиной 48 и 8 49 и 2 49 и 4 тут как раз развернулись немножко корректируется ну предвещала к этому движению покупка дельта есть и вот сейчас фиксируют по открытому интересу сейчас заглянем тут тоже не особо активно не заходит смотрим ноябрьский а тут на полную катушку набирают оборотики ребята открываются и открываются и так 10 100 тысяч было по вот этой свече 31 08 31 августа и с 30 как пошла дельта на покупку и вот до 6 сентября не успокаивалась поэтому вот этот маневр вполне может быть как фиксом так и походом со стопорями тут даже выделяя коридор байеров можно захватить 47 и по даже чуть больше по 200 да вот коридор непосредственно с 31 числа тут почти все цены проторгованы на покупку и вот если тут остынут по нефти на 48 то потенциально могут разворачиваться наверх хоть модели выглядит такой коварной достаточно на продажу неплохо похоже на реверсивную модель не похоже она так и отображается так ну видите немножко поправилась дельта на цель стало более чище если идет рост он под дельтой на стороне байра золото также увеличилась ликвидность последние две недели на максимуме оборотики подросли и под эти как видите в основном фигурируют байры декабрьский контракт потихонечку входит вот уже пик по открытым позициям так что берите мотайте на ус если вот эти шорты которые прошли сегодня в понедельник откорректируются желательно чтобы не ниже первого недели это вот здесь сейчас значит уровень 44 sorry 45 по 30 49 4 6 вернее желательно чтобы ядро не прошли тогда есть шансы на продолжение восхищения динамики как только уйдут повремените посмотрите внимательно что происходит на рынке плюс процентной ставки тоже неплохо отражаться на самом золоте чем дешевле денежка в кредитной тем больше можно накупить на нее золото и так далее может быть даже снижение стоимости барреля на сегодня все спасибо что пришли навестили в Wall Street онлайн встретимся в следующую пятницу в 20.00 и в понедельник 11 сентября и 13 открытый вебинар тоже приходите вам хороших выходных бабьего лета удачных попутных трендов всего на лучшего до свидания пока